Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзегет пришел вопрос, как способно повлиять блудное прошлое на супружество? Ибо волей Божией есть освящение ваше, говорит апостол Павел в первом послании к фессалоникийцам, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюсти свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Брак у всех, да будет честен и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бога. Дело в том, что христианский стандарт, если хотите, или идеал любви, он настолько возвышен, что он требует от человека верности своему будущему мужу или своей будущей жене не только во время брака, но даже и до него. Поскольку вот это сочетание, полное сочетание с человеком противоположного пола, духовное, душевное и телесное, должно начаться в полноте после того, как создана семья, как взята ответственность друг за друга, как обещана верность и чистота отношений. И тогда все это на своем месте. Мы призваны к целомудрию, в том числе к целомудрию в любви. В чем это выражается? Мы любим целого человека, всего человека, всю жену. То есть я не могу, как христианин, любить душу моей жены, а тело другой женщины. И это потому, что это разрушит во мне любовь. И я не смогу правильно любить Бога. Если мы посмотрим Священное Писание, мы сотни раз увидим там, что неверность Богу уподобляется прелюбодеянию. И именно поэтому Богу так ненавистен грех прелюбодеяния. Он есть продолжение распада отношения человека с самим Богом. Даже если смотреть житейски, то человек, вступив в брак, имея уже большой опыт телесного общения с противоположным полом, он всегда будет искушаем памятью об этом. А вот там было лучше, а вот почему не тот вариант состоялся. И в трудную минуту, в трудный период, когда отношения с супругом будут проходить испытания, эта бомба замедленного действия может взорваться. А если человек предан только одному человеку, тогда ему значительно легче сохранить свою семью. Поэтому мы призываемся к тому, что, повторю, к тому, чтобы хранить верность своим супругам и до брака, и во время брака. И даже, вы знаете, удивительно, но даже если брак закончился в связи со смертью одного из супругов, и второй может создать новую семью без всякого препятствия, то тем не менее в каноническом наследии церкви есть указание на то, что женившийся второй раз вдовец год не должен был причащаться. Почему? Потому что брак может быть только один. Все, что нужно познать мужчине в женщине, есть в одной женщине. И все, что нужно познать для спасения души и для полноты жизни в мужчине. Женщина есть в одном мужчине. Но если ты не выдержал того, что она уже ушла, она тебя там ждет, а ты не можешь здесь этого понести, то ты не дотянулся до этого идеала. Именно поэтому кажется недопустим брак обдавившего священника. Не потому, что к священнику предъявляются какие-то отдельные исключительные требования. А потому, что ожидания о том, какой должен быть христианский брак, к нему применяются в полноте. Вот и все. Поэтому, если священник овдовевший еще раз женился, он извергается из сана. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok